Всем привет, зрители и подписчики! Канал Эрик Антона, Фиэт Малыш, футболист. И сегодня мы разберем, как не нужно бить штрафные удары. О том, как их бить, будет в ближайших видео, обязательно разберусь на тренировках и запилю этот видосик. Ну а пока разберемся, как грамотно разыграть штрафной удар, как это вообще сделать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а если вам нужны монетки для FIFA 23, вы хотите быстро разогнать свой состав, то следующее видео для вас. Ну а если уже сегодня вы хотите приобрести себе Баппе, Месси, Немар или может быть Криштиана Рональда, то сайт Автофуд для вас. Монеты FIFA 23 с автодоставкой системы антибан на любую платформу. В Sony PlayStation, Xbox, ПК, также вы получаете кэшбэк 5% и более. Ссылочка будет в описании, а также в закрепленном комментарии. Также на сайте вы можете купить себе подписку PS+, игру FIFA или другие топовые игры. Поехали, погнали! Максимально короткий гайд, ребят, буквально за пару минут. Итак, что нужно сделать, когда у вас штрафной удар и против вас фалили? В первую очередь подзовите игроков. Это на геймпаде кнопочки L2, R1, R2, R2. Жмите любые эти кнопки, набежит народ. Ну а дальше вам нужно будет просто сделать несколько ложных замахов и в нужный момент нажать пас. Сложный замах делается с помощью удара и паса одновременно. То есть вы нажимаете удар-пас, удар-пас как бы так плавно скользя по геймпаду, ну например, большим пальцем. Соответственно, игрок, который первый собирается бить из тех, кто у вас стоит рядом, он делает забег, будет как будто бы бьет, делает замах, пробегает мимо мяча, и вы можете отдать ему передачу. Это очень часто работает против соперника в онлайне, неважно это ревальс или это, соответственно, выкенд лига. Ну и сами имейте в виду, что если видите, что соперник разбегается медленно и кто-то уже бежит, будет пас, переключайтесь скорее на своего защитника и этот пас забирайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, играйте в FIFA 23.